приехала в магазин в таргет вот таргет сдать товар нужно вот платье там купила такое пляжное платье не подошло по размеру не стала мерить его магазине никогда было принесла назад сейчас пойдем если я смогу показать там как сдается конечно на самой кассе не не покажешь как сдается понимаете поэтому ну не будешь это направлять на нее камеру ты чё вот а так постараюсь дать и пройдемся по магазина посмотрим что там есть мне нужно заглянуть в косметический здесь отдел это такой магазин как волмарт я вам уже его показывала у него там все красное люди все в красной футболке работники все там красное все этих тележки красные вот они вам электрические кресла для людей кто ходит плохо или не может не хочет или как он там ходить вот тоже красное все здесь красная и вот эти вот эти тележки красные вот человек поставил тележку у нас тележки не разбрасываются еще раз повторяю gotta таковы была разбрасета неправда чтоб у нас тележки от разбрасывались ну не правда ну так не ну никто не забирать давай вот тележечное место да вот она тележечное место где dåот и и и загонять можно не загонять можно рядом поставить работник придет загонит а потом они как-то заберет вот тележечное место вот оно тележечное место вот так вот вот все пошли тележечное место тележечное хорошее название до слова телеги телега вот сюда вот составит под конец дня здесь как-то все поставили никто их видно долго не забирал и даже я вижу что одна тележка вообще из другого магазина но где-то тут вообще из какого-то другого там оставил но не важно важно что у нас все у нас все культурные ну не все конечно нет я утрирую но редко бывает чтобы люди как-то там очень очень халатно к этому относились знаете он работник стоит в красной этой самой покуривает магазина бессовестный пришла в таргет сдавать товар сдам одну свою там такое платье летняя неважно смотрите на квитанции 90 дней для сдачи написано сейчас 90 дней вот внизу правило сдачи товара на завод 90 дней со дня так написано 90 дней со дня сейчас сейчас я сейчас тут люди сзади 90 дней со дня покупки в нормальном в нормальном состоянии ну да имеется ввиду до 90 дней правила сдачи товаров так пошли 90 дней со дня сдачи товара офис на садям покупки можно сдавать даже бывает что если что-то ломается там то есть ну должно работать она сломалась приносишь и позже без проблем даже без ресита могут такое сделать вот но после 90 дней же но только не сломаная имеют до после 90 дней после 90 дней обычно дают gift card которые я говорила в одном из видео до подарочную карту этого магазина то есть но вот это вот таргет таргет таргетов скую карту вам дадут вот так не знаю что здесь я буду смотреть пришла просто пройтись по магазинам косметика 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 вот это косметика по брендов ковер-герл 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 дисмейбелин это дешевый магазин таргет ну типа волмарта такое вот что-то они ну просто волмар более как-то популярен этот не очень ревлон ревлон лореаль ревал вот этот вот рима л этот что-то я в нем хотела посмотреть в этой забыла ну ладно думала карандаши вот-вот-вот карандаши 479 да посмотреть что-то там у меня какой-то карандаш попался посмотрела рима это для губ вот здесь в этих магазинах то есть ну в таких супермаркетах с косметикой вот что лучше в них ковыряться чем специализированных там ты просишь тебе подают да ну в дорогих магазинах там вот это правда подает навязывает начинает на тебе рисовать на твоей морде лица до предлагать во всяком случае рисовать натуральная косметика вот начинает на твоей морде лица значит там это упражняться если ты хочешь вот они такие навязчивые улыбчивые и очень такие приятные что отказаться трудно вот а в этих магазинах берешь смотришь можно раскрутить можно посмотреть то есть открутить даже можно и это упаковку но так сорвать посмотреть там цвет помады например в принципе можно вот такие вот я еще для бровей брала лориалевские они именно для бровей бров он слова видите вот и они вот здесь вот с цветом у нас очень много для афроамериканцев но вот девочка афроамерик или это белая неважно короче здесь очень часто на фотографиях везде афроамериканские лица надо быть осторожна потому что очень много для них косметики хотя она бывает в отдельном отделе секция такая небольшая отдельно там их большая фотография мужчина чернокожая женщина чернокожая и там у них немного другая например у них пудра черная не черная это темно-коричневая пудра вот а вот она у вас же такой нет пудры да у вас же например только вот такая а это у нас вот такие контрасты горит этот флорида штат контрастов на или как город контраст бриллиантовой руки по-моему да как там истамбул город контрастов вот это тоже что-то для бровей такое ну это как такая тушная на так ладно я пришла не шепотца потому что это очень долго здесь надо смотреть и рассматривать все капитально пробовать я конечно вот такие упаковки срывать не будут конечно срывать никогда чтобы попробовать но иногда валяются карандаши уже кем-то сорванные бывают что можно его порисовать на руке а так конечно я люблю конечно из хороших магазинов вот в dealer все хорошие такие отделы богатая с хорошей косметикой такой дорогой но там этот карандашик будет стоить и 60 дней этот карандаш к носу с другой компании лучше и 60 долларов и 30 долларов по разному то есть дорого вот конечно лучше там покупать конечно нити консультанты они говорят что чего что сухое сухое что не сухое что какое вот и по цвету скажут и все подряд там конечно лучше но но вот так вот сам собережит серп пройтись тоже полезно также cover girl я эту компанию не очень люблю она такая такая то ли молодежная то ли она такая очень яркая она кстати не очень дорогая такая дешевая вот но если что то кстати у нее здесь были такие интересные помады вот если бы я нашла нет это уже другая я вам показала ее прямо хоть на онлайн заказывай сейчас посмотрю у меня все как губы на мазюкаю все спрашивали где взяла давай тон давай цвет давай номер нет нету такого не вижу так ну вот это мы были это гастроном до магазин я вам как-то делала из подобного магазина репортаж про там немножко продуктов здесь вещи немножко он такой типового марта только с меньшим количеством продуктов такое такое на пудреницы пудреницы а вот это чем а это на сверху такая красивая классно красивая пудреница сверху 11 долларов вот эльф от этого дешевая косметика она эльф она очень часто на распродаже но вообще копейки там по 50 центов они эти всякие кисти особенно к новому году здесь вообще будет все на оценке крисмас у них новому году новый год в америке не они его не считают особенным праздником вообще не обращать внимание просто у них год начался и все а чё особенного да вот мэйбелин так эльф косметика так вот здесь эти малюсенькие все зубные пасточки всякие маленькие расфасовки журн hands у дочки в упаковочки в пластиковая то есть все походное вот здесь вот вот отсюда да вот так вот сюда да вот сюда все походном а вот такой вот зубная пасточка и в упаковочке щёточка. Вот. И вот такая вот пасточка, нить, нить и щёточка вместе. И вот с таким этим повесить. В гостинице, да? Хотя в гостинице дают зубную щётку бесплатно. Можно взять на деске. Подходишь и там эти все дела в большом количестве и без проблем. Дезодоранты. Одна. Такие вот маленькие. Мужские, женские. Чё там ещё? Шампуни. Гель для душа. Маленький. Так. Мыло небольшое. Ну такое всё здесь. Такое. Знаете, это основных таких брендов. Палочки для ушей. Ушные. Эдвилл. Это головы таблетки. Олив. Оливс. Это оливс. Тоже таблетки от головы. Маленькой упаковки просто. Всё. То есть походное. В дорогу брать. Это пузырьки для наливания своего, своих жидкостей, шампуней всяких. Вот. Это поход и те. Там женщина вот эта ходит. Она, по-моему, русская. Сейчас она закрутит сюда. Всё равно всё выглядит так, как русская. Наши русские очень отличаются. Вот. Вот это. Очень похоже на русское. Очень. Ага. Вот так вот колготки чёрные. У нас плюс 35 сегодня. Чёрные колготки. Похоже. Похоже очень. Но я в последнее время вообще не пристаю никому, потому что очень часто наши же русские, особенно туристы, не те, кто здесь живут, а туристы, они стараются не обнаруживают себя и не разговаривают с тобой. Ты им говоришь, здрасте. Ой, правда, как приятно слышать русскую речь. Она такая... А ещё и скажут, так, здрасте. И всё. Вот так вот. Бывает это. Особенно туристки. Почему-то они хотят... Ну, мужчин как-то я мало встречала. Почему-то они хотят оставаться незамеченными. Не знаю почему. Может, с любовником приехала во Флориду отдыхать. У меня когда-то было на корабле такое, что мы с Хасбан там плавали. И... Ну, народу там много на корабле. Там тысяч пять людей. Огроменный этот лайнер. Там не встретишься с этим человеком. Ещё раз. Если очень захочешь, встретишься. Но так вероятность мала. И это... Я услышала русскую речь, и они там что-то про чай спрашивали друг друга с мужчиной, то чай такой или здесь наливать, или там наливать. А ещё ж... Мыкаются. Не понимаю. Английские не знают, где там что прочитать. И не знают, где чего. И вот она, я смотрю, что она бегает и не может найти. И говорит, а как это здесь работает? А что нажимать? А где это нажимать? Ну, то есть, ну, такая... Не сориентировалась. Я ей говорю, а вот тут нажмите по-русски. Я говорю, а вот тут нажмите и это. И вот так вот. Она так раз на меня, и всё. И они смылись так быстро от меня. А я мужу говорю, а чё ж они... А я тогда приехала, может, буду, а два. Ко мне так хотелось же пообщаться. Знаешь, ну, по-русски. Представляешь, когда нагромождение английского языка, и мало людей вокруг, думали, а русского встретил. Да тем более на корабле, когда все отдыхают, да? А это... А он говорит, не трогай, не особенно трогай людей, может, они... Особенно на кораблях. Может быть, они, в этот... В круиз поехали любовник с любовницей, а ты начала... Будешь тут к ним приставать. Вот. Поэтому любовников с любовницами обнаруживать не надо. Так. Вот. Вот такой у меня когда-то карандаш был для глаз. Мне он не понравился. Что-то я вообще валялся по косметике, дома завались. Все равно тянет рука. Все равно купить еще. Вот. Так. Так. Так, я уже здесь, по-моему, была. Да, вот же эти карандаши. Вот я закончу с вами болтать, приду, посмотрю. Ну, по-моему, опять моего тона нету. Нету. У-у. То, что я хочу. Вот. 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 Так. Вот такой у меня есть чемоданчик на этот. На... Вот такой точно. Сейчас покажу. Он 20 долларов тут стоит. Вот. Вот такой вот. А, это неправильно лежит. Вот так вот. Вот так. Короче, органайзер, вы поняли. Они у нас называются органайзерами. Для косметики чемоданчик. Когда куда-то едем, я его беру с собой. Но он тоже громоздкий такой. его в этот влагич. Когда влагич в этот багаж положишь, он большой. Ну, а здесь сейчас скажу. Значит так. Медицинские такие дела, которые без... Продаются без... Этого... Прескрипт, что он называется. Забыла. Ну, то, что доктор дает. Без рецепта. Без рецепта. В уши, наверное, затычки. Затычки в ушах разного цвета. Так. Это... Этот... Клизм, наверное... Это спринцовка для клизмы. Ой. Я собираюсь чихнуть. Я извиняюсь. Сейчас, наверное, видео прерву. Если чихну, то прерву видео. Если не чихну, то видео не прерву. Это тоже одноразовые все дела для поездок. Это все с подвесками, да? Все вот так вот. Телепается. С такими этими. Это что такое? А, ну это обеззараживающее. Это для рук. Это кремневее. Маленький. Это, наверное... Боди Лоша, он этот для тела. Этот шампунь... Гель для тела. Так что я хотела сказать. Ну да. Этот... В уши капать в нос. А, нет. Это не клизма, слышите? Нет, нет, нет. Это в уши. Господи, я тоже сейчас наговорю. Ну, такая маленькая. Это в уши, по-моему. Сейчас прочитаю. Пероксайд. Да, это, это, этот. Это в уши, в уши или в нос. Здесь все, нет. Это никакая вам не клизма. Клизма не может быть размером со спичечный коробок. Кстати, спичек же у них нет здесь. И коробков со спичками тоже. Вот. Так, зажигалки все пользуются. А, плиты все на повороте этого. На повороте этого работают. То есть, сама зажигаемая плита любая, электро и газовая, она сама зажигается. Спичек вообще нет. Их, по-моему, никто не продает. Не знаю. Ну, ни разу не. У Хасбанта лежат какие-то старые спички. Надо показать. У него коллекция какая-то небольшая была. Так интересно. Вот. А так, нет, ничего. Так, что там еще? Капли какие-то? Капли, капли. Капли. Не знаю. Для суставов какие-то растирки тут. Ну, в общем, то, что без рецепта. Продаются некоторые такие мелкие медицинские дела. Так. Ага. Там аптека впереди. Не пойду в аптеку. Так. Косметику мы с вами прошли. Крема? Нет, еще не прошли. Крема. Крема, крема, такие другие. Для всех частей тела. Читаю прямо части тела. Аж стидно становится. Для каких частей тела здесь кремо продается. Вот. гелий. Очистителей. типа как лосьоны всякие. Вот это. Так. И... Да, здесь вот эта косметика. Вот эта хорошая косметика. Неплохая. Натуральная. Она и дороже. Так. Алла и марка неплохая. Дорогие кремы. Ну, как дорогие. 25 долларов, 30 долларов. Цена 23 доллара. Алла и... Она и у вас, наверное, есть. Но вот она. Ее этот... презентация. Можно намазать. Намазаться можно. Отключусь. Потом буду мазаться. Неудобно одной рукой мазаться. Потом же надо ее, может, вытереть чем-то. Надо искать салфетку. Конечно, кремы в таких специализированных магазинах есть очень дорогие. Есть и 100, 150 долларов. Разные, безусловно. Но это ж, еще раз повторяю, это ж вам как Walmart, как супермаркет-магазин. Кроме всяких там продуктов и вот там всякие подушки, можно купить и косметику. Так, шампуни пошли. Пантин Пруи. Они у вас есть. Что еще я замечала? В Америке как-то ничего не протекает. Вот не видела я, не помню я, чтобы у меня какие-то баллоны, какие-то спреи или что-то протекли в сумке. Или я их взяла, а не вытекают. И также продукты упакованы. Очень все хорошо. И все бутылки помыты. Вот, то есть сверху. То есть ничего не липнет, ничего. Только если вот холодная бутылка, ну там с каким-то молоком, да, или там мясо замороженное купил, тогда, конечно, сверху просто влага, конденсат, да, на руках, когда берешь. А так нет, ничего не липнет, ничего не вытекает. Вот с этим проблем нет. Если, конечно, сам не откроешь. Может, сам открутил, а потом положишь в пакет. Вот. Так. Масло для волос, шампунь. Масло для волос. Так. Вот это Нексус. Вот этот Нексус. Марка хорошая для волос. Она дорогая. Видите, 16,99, 17 долларов. Это кондиционер, что ли? Да, кондиционер так стоит. Я когда-то шампунь покупала этой марки все время. Хороший, классный. Там есть шампунь с таким, знаете, холодком. Вот. То есть, можешь, моешь, она охлаждает кожу. Вот. Ну, такая, с эффектом таким холодным. Не знаю, может, это вредно или нет, но и марка эта очень хорошая и дорогая. Там цены, вы видите, 16-18 долларов. Бутылочка дорого. Вот. Лак для волос у них хороший. Оно есть у них. Такой, как мне нужен. Нет. Не то. Так. Это натуральное. Пошли шампунь здесь. Так, заколки. Краска для волос. Краска и 7 долларов, 8 долларов, 6 долларов. На распродаже 7,99. Лореалевская. 8,99. Лореалевская. Вот. Это тоже косметика. Бёрдс Бейс. Ну, это натуральная, натуральная косметика. Здесь всякие такие с медицинским таким направлением. Вот эти вот перчатки подобные. Ну, да. Ну, наверное, вот такие же. Они только разного цвета. Я ими моюсь как мочалкой. Классно надеваешь на руки. И шпалишь. Только их надо выбирать. Бывают такие маленькие. Ну, то есть, бывает не такого бренда. Будет маленькая. И когда надеваешь, растягивается на руки вообще вот такие дырки. То есть, совсем не то. Надо выбирать. Надо, когда выбираешь, вот эту оторвать, померить на руку. И тогда брать. И тогда взять и посмотреть, подойдёт или нет. Вот. Это для спорта кремы. Отдел здесь такой небольшой. И для загара. Для защиты кожи. У нас же Флорида здесь целый-целый большой этот самый отдел. Только масло от солнца. Протекшн. Защита от солнца. Протекшн. Так. Ничего, это эти ушные палочки. Глазные палочки. Это сок пошёл. А чё ты сок пошёл? Не пойму. А, нет, это не сок. Господи, смотрю, лимон. Не пойму. Нет, это этот. Клинер. Этот. Для мойки посуды. Боже мой. Смотрю, лимоны нарисованы. Сок думала. Думаю, что это он не в своём отделе, этот сок. Вот. Вот эти детские шампуньки я часто беру. Подобные вот такие вот. Очень классные запахи. Диснеевская продукция в Америке классная. Вообще вся диснеевская компания, любая. Хоть она мультфильмы выпускает, хоть она шампунь. Классная вот такая вот вообще на подарки. Детские шампуньки. Кондиционерчики. Кондиционерчики, детские шампуньки. Беру классные. Мне кто-то когда-то посоветовал, что, говорит, детские же шампуни очищенные там, без, не столько там химии набуровали туда, говорит, очень, в принципе, неплохо и полезно пользоваться. Я потом ещё подумала, думаю, чего я никогда сама до этого не додумалась, да? И это. И я сейчас покупаю детские шампуни именно. То есть не шампуни, а гель для душа я беру. Шампунь нет. Шампунь свой. А гель для душа. Так, ну вернёмся мы к ним. Щётки полотёрные. Неэлектрические, ручные. Вот такие складные. Так. Бритвы мужские. Бритвы мужские. 44,99 стоит. Это мужское пошло. Мужские дезодоранты. Так. Это зубное всё пошло. Это зубные все ополаскиватели бутылками. У них всегда в Америке у всех в басрумах, да? Ну и в этих ванных комнатах. Огроменные бутылки ополаскивателей для зубов. Вот. По-разному. 5,99, 4,99. Ну, вот, бутылки-то здоровые, большие. Здесь надолго хватит на семью. Вот. Вот эти. Fresh Brisha. Свежее дыхание. 24 часа гарантирует вам свежее дыхание. Щётки зубные. Детские, не детские. Вот такие. Детские щёточки тоже. Диснейские. Вот Дисней. Компания вон там. С какими-то кнопочками, с какими-то глазками. Красиво. Детская. Ой, надо прийти как-нибудь в детский магазин показать. Есть специализированные детские магазины. Боже, какая там красота для детей. Там всего столько. Всё такое красивое вообще. Ну, правда, оно везде уже. Но в Америке особенно. Детей они любят очень, конечно. Вот. Пасты детские зубные. Я поняла, да? Это детские зубные пасты. С арбузиком. Без арбузика. Вот уже, наверное, на распродаже. 2 доллара. 2.93. Вот. В конце дня всё так уже набросано. Здесь разбросано. Вот. Так, да, это всё детские эти все. Зубные щётки. 3.35 на распродажу уже вот эти вот щётки. Вот красные бумажки висят. Так, это для взрослых людей. Так, это для взрослых людей. Эти зубные, все эти машины. Вот с водой зубная машина. Вот я вам показывала у Газбанта. Но это переносная. Это на батарейках. А у нас такая стационарная. Вот они здесь стационарные. Эти машинки. Вставляешь в рот. В рот вставляешь и чистишь зубы. Вода там, да? Вот. И стоит она, смотрим, 59. 60 долларов стоит такая. Вот. Нет, это не то. Вот ещё такая. 49 стоит. 50 была вот такая. Вот она. Вот она, вот она, вот она, вот она. Ну, похоже, как у Газбанта. Только у него белая. А здесь скорость подачи воды сильнее и меньше. Может, кто-то не любит резкую струю во рту. Вот. Вот такую штуку вставляешь в рот. Вода подаётся с напором. И выбивает тебе во рту всё, что есть плохого. Вот. Очень популярные в Америке они. У многих они есть. Так. Это зубные посты. Вот эти вот неплохие. Они немножко подороже. Хотя вон уже на распродаже кое-что есть. Вот эти ничего. А, сейчас, сейчас, сейчас я вот это покажу. Оля, какие щётки, да? Такие красивые щётки. Какая. Вот. Вот такая. Такая, да? Какая красивая щётка. Ну, в смысле, ручка красивая щётка. Сама я не знаю. Дорогая. 6,99 из-за дизайна. Да, вот эти вот пасточки. Ничего. Теперь ещё, сейчас покажу, что я беру. Здесь есть такая дешёвая. Она дешёвая, но она как сода. Вот просто сода. Мне так нравится она. Не каждый день, конечно, этой содой чистить. Сейчас покажу. Вот что-то в Америке живёт. А может, они есть везде. Нет, что-то нет её. Нет, не вижу. Ладно. Это зубные эти. Ну, вот эти вот. Это не нити, а ну, поняли меня, пластиковые такие эти. Вот эти. Вот эти вот. Лески, да? Лески вот. Лески пластиковые чистят зубы. Тоже популярные одноразовые. В сумку бросил. В машину бросил. У меня в машине есть такие. Иногда что съел этот самый? Зубочистка. О, зубочистка вспомнила. Зубочистка. Так. Зубочистка. Что здесь нет? Нити, 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 нити зубные. Сколько тут их вариантов? Множество. Вот. Нити зубные. Так, щётки пошли эти. На батарейках автоматически. Так. А это эти полоски. Клеить. Полоски на зубы отбеливающие. 54, 36. Опять же, эти полоски, они на натуральные зубы. Они, если коронки у вас, она ничего, эти полоски вам не сделают, а то, может быть, и поменяют цвет коронки. Надо быть осторожной, я это слышала. То есть, это идёт всё на натуральные зубы. Так. Чистящее средство для посуды. Кларокс это этот. Ну, хлорка такая, разве? Отбеливатель. В общем, не хлорка, а отбеливатель. Кухонный или не кухонный. Вот. Так. Вот эти вот классные. Вот эти вот. Эти. Баблс. Ну, баблс это это. Пена, шарики, да? На этот. Господи, как же точно по-русски баблс перевести. Короче, вот это вот. Кошмар, не помню слово. Пузыри, пузыри. Вот, вот, вот. Пузыри, вот мыльные пузыри пускают дети, да? А вот эту вот штуку. Вот эта штука классная. Её взбиваешь вот так вот. Взбиваешь потом раз. И особенно на металлические поверхности, типа вот раковина кухонная. Ой, классная. И вот эти на все краны металлические. Очень-очень хорошо отмывает. Только надо подождать. И такой он запах приятный очень. И не кислотный. Но вообще хорошее такое вещество. Виндексы пошли. Виндекс. Стеклоочистители. Ну, это у вас есть. Убийцы для всяких тараканов. В спреи. Энд. Энд это этот муравей. Рочес это таракан, да? Муравей-таракан. Убивальщик. Вот. Вам. И вот там еще синие. Там они же убивальщики. Тех же муравьев и тараканов. Так. Спреи для ром. Для комнаты. Спреи. Опять убивальщики. Спандер для пауков. Спандер слово паук. И скорпион. Скорпионы. И спандера убивающие. Короче говоря, приезжайте во Флориду, заводите в доме скорпионов. Пауков-то это еще ладно. А вот скорпионов интересно, правда? Спандер киллер. Это пауковый убийца. Господи, мама. Я, кстати, скорпионов не видела. Это все неправда. Не верьте. У нас ящерицы есть. Но ящерицы, они вообще занесены во все эти охраняемые эти все природные правила. И их трогать нельзя. Она съедает каких-то там камашек. И вообще ящерицы, они миролюбивые. Я к ним привыкла и уже вообще не реагирую. Поначалу, да, было как-то неприятно. А потом привыкла. Вот. А эти скорпионов не видела. Надо будет у Хасбанза спросить. Пауков тоже, кстати, особенно много нет. Но заводится, если не будешь, конечно, убирать год. Один угол. Вообще не заглядывать. И никто там не живет. Конечно, заведется. Безусловно. Еще таких, кстати, вот кухонных особенно хороших и не встречала. Что-то так, чтобы удобное мне что-то, знаете. Неа. Так. Ну так, примитивно как-то. Оно, это, это, бутылочное, да? Да ничего, вроде мягкая эта щеточка. Вот эта мягкая. Во. щетки ничего особенного от них я абсолютно не восторге я кстати отнест некоторого инструмента в америке не в восторге вот у хасбана в гараже инструмент я бы сказала что в россии обыкновенная не имею ввиду электрическую дрель там я там не понимаю хорошая она или нет да а вот обыкновенные какие-то плоскогубцы там эти отверт но отверт но как-то там ее муж трудно испортить эту отвертку но так я не помню что конкретно но я помню что мне очень многое из гаража у мужа не нравится то есть мне российские инструменты вот такие примитивные ну как вот дома же мариумонты в сельском союзе делали сами начинали в январе и заканчивали в декабре слава богу да целый год поэтому уже как-то помнится это все хорошо и женщина участвовала в этом активно пожалуй даже номером один вот и я не в восторге от американских это прайс машинка вот это вот моя паста подносишь ее сюда и показала 237 цена у нее да вот а это телефон этого ассистент тебя нужен вот не можешь ты сама пошепотца позови его они придут к тебе помогут хорошая служба кстати вот в универмагах он для унитаза в этот хорошая штука будет этот удобно если ты не говоришь на английском позволь столько вам там написано вам стоит только снять трубку то есть не снять трубку и не умеешь разговаривать и не разговаривай подержи эту трубку к тебе придут и придут если список есть покажи из список она тебя проведет списка нет значит будешь на пальцах показывать что надо да будешь подпрыгивать там рожицы строить ну как изобразить не знаю для мытья унитаза в щетку например да надо же показать унитаз это как у меня у наташа в канаде уже жила я еще в америку не приезжала наташа какой английский язык вы учили значит он нет она ехала уже с языком вроде как немножко а дочка у нее совсем без языка я руку на английский язык учил она горит а это ходила в школу а я в школе преподаватель русскоязычный нет говорит канадец я говорю а как вот ну как вот совсем она без языка ну за нога и вообще здрасте не знал как сказать я дурно как же она говорит так он этот изображал все и рак окажет хрион был вспомнить мужчина но как же он изображал она говорит это был ужас это обучение что попало слово муха было где-то там в тексте и они горит на нем застряли на этой мухе целый день эту муху значит не могли понять что это такое он говорит там это ты подпрыгивал и летал и что он только не делал они гадали значит да что это такое и птица и не птица вот и все что угодно но только не муха но прошло не прошло несколько часов пока они разобрали что это было всего лишь муха но типа того вот поэтому если вы не умеете говорить нажми снимите телефон и изобразите то жестами что вы хотите купить вот так ну чё ладно все тогда с этими вот этот и берут уж уже несколько раз всем показывала все ее хвалю хвалю нет не вот это вот это вот это вот это вот это двести пятьдесят четвертый ничего у меня был там варе благ очень-очень черный написан вот этому waterproof если синенькая здесь это это значит этот водоустойчивая не нужно ее смыть очень тяжело на пляже у нас не красятся у нас очень жарко и вообще в америке с косметикой не так как в россии люди здесь можутся по случаю красятся до краситься понемножку и утром да но не все а вот если взять за всех американок я не говорю русских туда смешивать или каких-то может латинос и девчонок и женщин да а если взять американок только то 80 процентов американок будут краситься только на вечеринку или на какой-то праздник а вот так вот у нас наоборот 99 красятся один процент не красятся в магазин до продовольственный или на рынок да а у них наоборот все наоборот так ночью прервусь с этой косметикой и и не думала сегодня видео делать я такая уставшая чуть он не видел это не очень-то ногти ногти накладные никогда их не леплю не знаю мне кажется это чудо не знаю мне кажется все это видно на клееные ногти лучше сделать рефилинг да вот этот вот органайзеры для косметики сколько стоит шестнадцать долларов стоит да кейсы кейсы для косметичных косметики так пришла к своим карандашом сейчас я буду с ними разбираться было два товара это мало товаров сейчас попробую сама платить вот здесь люди сами платят и я сейчас буду сама платить вот за два этих карандаша себе нашла он нарисовала себе на руке все цвета которая могла себе на намаливать там есть закрыт там где карандаши или это сам есть открытые лежат как типа пробника поэтому разрисовала руки себе так а я могу уже идти вот люди платят а я сейчас вот здесь вот сейчас я показывать не смогу потому что я сама вот вышел мне рисит квитанция вышла и вот сюда его в куличек положила все пошла когда мало товара очень удобно карту вставляют вон люди женщина и все и пошли вот это тоже самообслужение там все нарисовано там все написано на автомате там только дурак не разберется то есть как купить и если застрянешь он будет так пипикать потом этот автомат что вроде как ну ему не дали команду очередную и может подойти работник то есть кричать работнику не надо что идите разберитесь вот он сам к тебе подойдет потому что автомат начнет пикать без проблем вот и еще раз говорю в пиковые часы как там в 12 часов дня например когда много народу или там в 5 вечера очень много это сама людей и там если ты взял 10 наименований товара и 11 никто не увидит что ты его туда не сделал это запросто вот и я слышал что люди таким образом воруют но стоит ли если на все это хватает у американцев деньги денег вообще на простой товар у любого человека работающего здесь американец он или только что приехавший все равно хватит вам денег вообще для этого магазина вот таркет вот написано для этого магазина вам денег хватит потому что он дешевый обыкновенный супермаркет сам себе ходишь выбираешь хоть эту косметику хоть что потому что тебе не помогают и нет людей которые обслуживают это тебе эту косметику на тебя мазать и уговаривать тебя поэтому здесь все так вот подешевле и есть понимаете поэтому конечно на этот магазин денег хватает у всех вот все поехали домой